Итак, давайте пробежимся немножко, повторим. Сначала у нас есть производство, в результате которого мы приходим к вопросу о товаре и обмене. Сначала у нас идет обмен, а когда у нас продукт производства, созданный для обмена, становится товаром? Из товара, при обмене товаром у нас возникает вопрос о стоимости, кто что сколько стоит, и вопрос о формировании цены заодно. Уже на этапе стоимости мы определяем, что товары мы можем менять друг на дружку, и соответственно какой-то энный эквивалент. И мы приходим к вопросу о деньгах. Так, вот сегодняшняя глава как раз именно про деньги. Вообще деньги это прежде всего мера стоимости. Не обязательно привязываться к какой-то конкретной валюте, к золоту, серебру, драгметаллам, к чему угодно. Деньги прежде всего это мера стоимости. То есть это то некое количество знаков, которые обозначают сколько в том или ином товаре заложено труда, сил, времени, энергии. Соответственно деньги, они хоть с одной стороны могут принимать форму товара, все мы знаем, да, золотая монета, серебряная монета, но при этом товар, золото и серебро это тоже товары. Допустим, во время войны по Ланд-Лизу с Америкой все расплачивались не золотыми монетами, а золотом прямо в слитках. Грузили на корабль слитки золота и отправляли. Чеканкой золотых монет никто не занимался. Отсюда возникает еще очень интересный момент, что из одного и того же количества золота, товара, можно сделать одну и ту же монету, только в одном случае это будет золотой рубль, допустим, другой золотой доллар. И как бы понятно, что суть-то денег одна, единая, а и товар, который он представляет, тоже единый. С другой стороны, товар, монеты можно делать из любых других товаров, допустим, из платины. Опять же, Ланд-Лиз, по Ланд-Лизу активно расплачивались не только золотом, но и слитками с платиной. Платина еще более дорогой металл, чем золото. Можем зайти в любой магазин ювелирный, посмотреть, сколько стоят ювелирные изделия из платины, увидим, что они дороже золота. Соответственно, когда мы говорим, что деньги могут принимать вид золота, платин или еще чего-нибудь угодно другого, и, соответственно, эти товары мы приравниваем, тоже золото к серебру, серебро к платье, то мы приходим к такой категории, как цена. Почему разные товары, разные деньги, разного формата деньги, доллары, рубли, они все равно приравниваются одно к другому, мы все равно приходим, что товар стоит одну и ту же некоторую цену за товар, который мы можем выразить в разных деньгах, в разных товарах, в разных формах этих денег, неважно. Даже если мы будем смотреть в рамках одной валюты, допустим, рубль, вот мы можем цену товара выразить в рублях, а можем цену товара выразить в копейках, а можем и в рублях, и в копейках, а можем в дробной части, как угодно. То есть, опять же, знак денег, рубль или копейка у нас исчезает. Главный вопрос, что цена, она примерно равняется чему-то, и вопрос возникает, чему она равняется. Как мы говорили на прошлом занятии, что фактически цена зависит от того, сколько труда вложено в том или ином товаре. Итак, отсюда приходим к следующему моменту, что деньги – это прежде всего средство обращения. Есть знаменитая форма «товар, деньги, товар». Иногда ее нарисуют наоборот «деньги, товар, деньги». Неважно. Это обмен, когда мы товар меняем на деньги, а деньги мы опять тратим на какой-то другой товар, приобретаем любой другой товар. Если это у нас производство, мы выпустили продукцию, продали продукцию за деньги, за эти деньги купили комплектующие, новые расходные материалы, заплатили зарплату рабочим и, соответственно, выпустили новый товар. Если мы потребитель, мы продали свой товар рабочую силу, получили деньги, за эти деньги купили поесть, попить, получили жизненные силы, чтобы приобрести еще товар. То есть, в принципе, неважно, как мы рисуем. Деньги, товар, деньги, товар, деньги. Я просто сталкивался с такой ситуацией, когда рисовали, что типа «товар, деньги, товар» – это при социализме. А когда у нас наоборот «деньги, товар, деньги» – это у нас при капитализме. То есть, при капитализме, не имея денег, ты не возьмешь товар, а не перепродав этот товар, не получишь деньги. То есть, есть такие рассуждения. Разбиваются очень легко и просто. На самом деле, даже сам Маркс пишет о том, что это круговорот. Где с одной стороны у нас есть товары, с другой стороны – деньги, с другой стороны – они превращаются опять в товары, а эти товары опять превращаются в деньги и превращаются в товары. То есть, это круговорот. Единственное, что этот круговорот не совсем ровный – это, как пишет Маркс, круговорот по эллипсу. Почему по эллипсу? Дело в том, что деньги это прежде всего средства обращения, то есть они существуют только на момент обращения. Когда обращения нету, это не деньги, это просто знаки, или товар в виде денег, там золото, серебро. Соответственно, поэтому у нас эллипс, да, то есть стороны у нас есть товар, он у нас присутствует всегда, и с другой стороны у нас товар. А деньги это так просто мимолетное мгновение, которое помогает нам в товар обмене. Вот Саша, как ты думаешь, а вот дело в том, что когда Маркс снял прибавочную стоимость, то в формуле деньги, товар, деньги, он писал не просто деньги второй раз, а деньги, деньги, штрих. Да, деньги, товар, деньги, штрих, это мы будем о природе прибыли, мы потом расскажем чуть, это забегая вперед, да, мы сейчас пока только про деньги. Да, это простая форма обращения, все верно. Мы сначала разбираем, что попроще, а потом сложнее, оставляем на потом, и мы на эту схему будем накручивать еще, потому что, чтобы деньги штрих рассматривать, надо сначала разобраться, что такое деньги. Наша глава посвящена тому, что такое деньги. Уже, в принципе, рассматривая денежное обращение и товарообмен при капитализме, можно уже прийти к выводу о том, что кризисы при капитализме будут неизбежны. Из-за того, что неравномерный труд в товарах, разница времени обмена, скорости обмена, все это проанализировав, мы уже приходим, что даже при этой простой схеме без денег штрих, да, а просто хотя бы при кругообращении денег, мы уже приходим к выводу, о кризисе. У Маркса это расписано, можно почитать всем желающим. Мы добрались всего до третьей главы, а у нас уже кризис светит в товарном производстве. Это к самому началу и к тому, что потом как же с этими кризисами бороться. Итак, когда у нас есть круговорот денег, мы приходим к моменту, что у нас есть оборот денег, то есть с одной стороны деньги пришли к одному владельцу, потом перешли к другому и вернулись к первому. То есть у нас два разных владельца денег, они постоянно обмениваются и круговорот денег совершается. То есть фактически деньги у нас просто переходят из рук в руки и сами по себе служат только для этого, только как знаки стоимости для обмена товарами. В этом круговороте заключается еще очень такая интересная штука. Как быстро круговорот денег обращается? Чем быстрее круговорот денег происходит, тем надо меньшее количество денег. То есть если у нас деньги существуют только в момент обмена, соответственно, сокращая время, момент этого обмена, мы сокращаем необходимость в количестве денег. А если у нас обмен очень длительный, то соответственно количество денег нам надо больше. И в принципе отсюда становится такой вопрос, это закон количества средств производства экономики. То есть у нас денег, денежных знаков всегда должно хватать, чтобы обменять один товар на другой. Соответственно, если скорость обмена большая, денег можно будет поменьше иметь, потому что они будут быстрее обращаться. Эллипс у нас будет крутиться быстрее. Да, если эллипс у нас побольше и время обмена средствами побольше, соответственно, денежных знаков надо побольше. То есть пока я получил деньги в банке, потом доехал до рынка, отдал это все время. Если я получаю деньги на карточку, тут же передаю ее продавцу на рынке, он мне тут же товар отгружает, деньги крутятся быстрее, общее количество денег надо меньше. Для чего это важно? Потому что количество денег в экономике регулирует цены на товары. Маркс это разбирает на том примере, что соотношение, опять же, если мы возвращаемся, что деньги представляются в виде товара, допустим, соотношение золота к серебру. Он популярно, дотошно это разбирает, почему, да, то есть, почему отношение золота к серебру сначала одно, потом другое. То есть оно постоянно меняется и зависит от того, какое количество на рынке сейчас золота непосредственно или серебра. То есть, соответственно, цена у нас зависит не от того, сколько у нас драгметалла имеется, а от того, сколько труда для получения такого количества, этого труда, уходит. Отсюда можно еще такой маленький вывод сделать, что если у нас в экономике будет слишком много денег вращаться, то на большое количество денег скупят большое количество товаров и нас посетит кризис. И другой вариант, когда денег у нас слишком мало. Если денег в экономике мало, у нас или цена начинает падать, или товары начинают меняться один на другое. То есть товары, есть такое, опять же, выражение, да, бартерный обмен. У нас в 90-е он был, когда у нас количество денег было ограничено, их не успевали выпускать в нужном количестве. И тогда у нас предприятия занимались бартерным обменом. То есть, я тебе отгружу трубы, а ты мне отгрузишь кастрюлю, которую делает соседний завод. То есть, бартерный обмен. При этом, соответственно, так как денег не хватает, то какие-то товары представляют собой замену денег. Опять же, все мы знаем, как с тобой рассчитываться. Можно натурой, можно деньгами, а можно бутылкой. То есть, в принципе, старая русская традиция, можно рассчитаться с человеком бутылкой при желании. Опять же, бутылки бывают разные. Водка, коньяк, вино. Если мы их начнем сравнивать точно так же, как Март сравнивал стоимость золота и серебра, мы приведем, опять же, к тому вопросу, что коньяк стоит дороже, потому что туда больше туда уходит. Надо больше сил для того, чтобы вырастить виноград, для того, чтобы его выдержать в бочках. Так, мы чуть-чуть убежали вперед. Следующий вопрос, который возникает, это на данном этапе все мы давным-давно не пользуемся физическими монетами практически, не пользуемся, тем более не пользуемся железными, золотыми, медными, серебряными, любыми другими деньгами. То есть, у нас давным-давно бумажные деньги. Это было уже во времена Маркса, да, у нас сейчас еще веселее, у нас теперь есть электронные деньги. И в тех случаях количество денег в экономике надо регулировать и держать их постоянно, иначе мы опять скатимся к кризису. Неважно, это бумажные деньги или электронные деньги, и там и там надо блюсти определенный баланс. Опять же, Маркс когда-то писал, у него еще хотя бумажки эти были, да, на которых было написано, что обеспечены золотом. Банки пытались урегулировать это как-то, сделать, что на определенное количество бумажных денег есть золотой запас, и банки государственные, если что, их поменяет на золото. Сейчас мы пришли вообще к электронным деньгам, когда деньги представляют себе просто запись цифровую где-то там на носителе, даже не у нас в кармане. Вот, и соответственно, сейчас мы еще более наглядно можем видеть, что деньги это просто эквивалент определенный, который не представляет из себя ничего такого особенного, то есть это просто мера стоимости, не выражающая ничего, кроме количества труда, затраченные на производство того или другого товара. Ну, при Марксе у нас не было электронных денег, поэтому он еще чуть дальше это будет разбирать на моменте международных денег. Давайте, наверное, я сначала еще пару слов скажу о том, что электронные деньги, да, и в принципе попытка многих экономистов современных поднять экономику, стабилизировать, уйти от проблемы кризиса, как они пытаются это сделать? Они пытаются то же самое, что еще при Марксе было очевидно бесполезно, они пытаются ввести эквивалент конкретным деньгам. Да, монархисты у нас очень любят рассказывать, как хорошо и замечательно иметь золотой стандарт рубля. Граждане из концепции общественной безопасности, они говорят, что вот хорошо у нас есть много энергии, давайте у нас будет деньги выражаться в энергии, непосредственно в киловаттах в час. Мы добываем там столько-то электричества, вот электричество нужно везде, поэтому давайте в качестве меры денег будем использовать энергорубль. Все это упирается в то, что деньги это всего-навсего, просто мера стоимости и выражает оно только то, сколько труда затрачено на производство данного товара. И не важно там, сколько электричества ушло на производство товара или сколько нефти, что нефть, что неэлектричество, его все равно добывает человек, добывает при помощи труда и соответственно все равно выражение в труде. Следующий момент это сокровища. С одной стороны мы сказали, что деньги у нас существуют только в момент обмена товара, но с другой стороны у нас есть такое понятие как сокровище, то есть накопление этих денег. Он собственно достаточно закономерен, то есть если мы хотим съездить купить что-то большое, допустим, квартиру, мы должны накопить много денег, собрать их, потом привезти и купить квартиру. То есть, соответственно, вот этот момент, когда переходят деньги в товар, он у нас растягивается, увеличивается. Мы должны собирать деньги до тех пор, пока не соберем нужное количество, которое требуется для конкретного товара. Вопрос возникает, как же хранить эти деньги, которые вроде бы у нас существуют только на момент обмена. Есть такая вещь как сокровища, да, это определенные ценные товары, особо ценные типа того же золото и серебро, которые мы можем накапливать. В случае бумажных денег, мы накапливаем, соответственно, бумажные знаки, если электронные деньги, все равно деньги в виде цифрок на карточке. Все мы знаем, когда собираем деньги, что деньги, бумажка как-то, вдруг кризис опять случится, да, обвал, банк обанкротится, еще что-то. Поэтому пытаются накапливать в чем-нибудь там другом. Покупают золото, тоже до сих пор очень популярно, акции, покупают все, что угодно, лишь бы уйти от непосредственно ненадежного товара, такого товара, как деньги, и спрятать все свое накопленное в сокровищах. То есть сокровища появляются естественным путем, несмотря на желание определенных людей копить, не копить, стяжать, не стяжать эти сокровища, собирать их. Они появляются естественно. Просто из-за необходимости, когда у нас плечо передачи денег очень длинное, нам приходится собирать эти деньги где-то накапливать. Из этого же момента, когда у нас плечо увеличивается, возникает вопрос о кредитах и кредиторах. О банках еще речи не идет, но пока о кредитах. Если у нас тот же ленд-лист, в Америке произвели танки, привезли в Советский Союз. Советский Союз отгрузил в качестве денег золотые слитки и через весь океан прислал эсминец золотом обратно в Америку. Эсминец плывет долго, плюс война, плюс все дела. Два-три месяца, соответственно, у нас как бы товар уже передан, а деньги еще не дошли. И в итоге у нас получается ситуация, что с одной стороны, американцы выступают в качестве кредитора. То есть они кредитуют. Они сначала отгружают товар, а мы потом уже платим и деньги. Соответственно, и кредитуемый появляется. Это не только на таком большом примере разбирается. Это также любая ситуация наша из бытовой жизни. Приходим на рынок, отдали денежку, получили картошку. Приходим в строймагазин, заказываем какой-нибудь огромный шкаф. Шкаф большой, его надо довезти, собрать. Соответственно, мы приходим в магазин, платим деньги. Потом договариваемся, привезите нам шкаф. Они говорят, вот мы по субботам и воскресеньям не работаем. Ну хорошо, давайте через месяц, через месяц все в отпуске. Они через месяц привозят в шкаф, собирают, ставят. Лаг по передаче денег составляет месяц. То есть целый месяц мы отдаем деньги производителю товаров. И он этими деньгами целый месяц может распоряжаться. То есть мы его кредитуем. До банков мы еще дойдем потом. В принципе, вопрос о кредитах и кредитной системе порождается уже просто обменом. Не доходя даже до того, что деньги штрих появляются, когда прибавочные стоимости. Даже без прибавочной стоимости уже идет речь о кредитовании и необходимости кредитовать того или иного субъекта товарооборота. Еще один интересный Маркс приводит пример. Это оплата аренды. Аренды земли, аренды квартир и чего угодно. То есть если мы сняли помещение на год, мы за год его должны заплатить. Соответственно, мы целый год должны копить деньги, чтобы оплатить этот товар в виде аренды. С другой стороны, человек, который нас пустил и целый год ждет наши деньги, он нас фактически кредитует. Ну и наоборот, если мы платим вперед. Так как во времена Маркса электронных денег не было, ему пришлось взять мировые деньги. Когда государство совершает между собой платежи расчетные, они мало того, что перестают обмениваться в золоте и в серебро. Это очень удобно. Опять же, пример тот же эсминец советский, который со слитками золота шел в Америку, он немножко не доплыл. Он немножко утонул. Потом его нашли и через сто лет очень изглотились на этом деле. Примеров, если помню, там не только с Ленд-Лизом в США был, но там, если не ошибаюсь, Берзанская война в Испании тоже была. Тоже так переводили на танки. Да. Естественно, Ленд-Лиза не было при Марксе, я просто по желанию трудящихся пытаюсь приводить примеры из современности. Да, то есть, соответственно, когда у нас золото плывет на галеоне испанском с Америки в Испанию, что во время Второй мировой, когда эсминец везет с литрами золота, в любом случае это риск. Соответственно, государство обмениваться таким товаром, как золото, особо не хотят. К тому же, обмен с золотом, он очень неудобен. Это тяжело, рискованно перевозить. Надо постоянно охранять, чтобы на это золото никто не покусился, не дай бог, или еще что-нибудь. И, соответственно, при мировом обмене нельзя в странах меняться разные, чтобы страны менялись на национальной валюте. Допустим, если мы свои рубли предлагаем Китаю, Китаю эти рубли не нужны. То есть, что-нибудь с ними будет делать. Пустят на внутренний рынок, как-то не очень. То есть, единственное, что может Китай сделать с этими рублями, на эти рубли купить что-то у нас. Но для этого у нас должна быть торговая сальда одинаковая между Россией и Китаем, чтобы сколько туда приходилось, столько и обратно. Соответственно, можно было бы, в принципе, меняться и в национальных валютах. Но возвращаемся к вопросу цене и стоимости. То есть, экономики работают по-разному и количество труда, потраченное на товары и деньги, как представители этих товаров, идет разное. Соответственно, экономики работают не синхронно и, соответственно, цены и баланс валют все время меняется. Сегодня чуть подороже соотношение, завтра чуть подешевле. То есть, курс валют скачет. И, соответственно, при мировых расчетах Маркса вводит о том, что есть определенные мировые деньги, которые не привязаны к национальным валютам. Опять же, пример сегодняшнего дня в том, что мировая система перешла на доллары. Но никому не интересно в долларах считаться, потому что, опять же, доллар, он должен быть чем-то обеспечен, обеспечен товаром. Потому что стоимость доллара, как денег, зависит от товара. А если сейчас у нас товаров не выпускает, то вопрос, сколько же у этих денег, какая стоимость, какая же цена. Соответственно, все пытаются перейти на какие-либо угодно другие расчеты, лишь бы не связываться с долларом. Более того, даже внутри страны никто не хочет лишний раз заморачиваться с внутренними деньгами. Государство специально, силой своего аппарата подавления, заставляет своих граждан принимать в виде денег именно национальную валюту, именно рубли. Чем это плохо? Рубль туда-сюда, когда ходит, во-первых, есть инфляция. Если государство выпустило больше денег, соответственно, ты свои сбережения, свои сокровища потерял. С другой стороны, если ты, когда у нас сейчас электронные деньги, да, все рубли у тебя проходят по электронным счетам, и весь твой доход, расход виден, соответственно, если я можно драть налоги напрямую, всем все видно, все прозрачно. Поэтому, в принципе, юридические лица и физические лица пытаются уйти от этого дела, да, то есть, опять же, на бытовом уровне пытаются рассчитаться за какую-то работу бутылкой там или еще что-нибудь там. Если у кого-то дедушка на пасеке, давайте я трехлитровую банку меда дам, ага, я там типа на винном заводе работаю, я оттуда у тебя ящика не кауточу. И юридические лица и организации тоже самое. Можно купить, допустим, не за рубли соседнее здание, вот понравилось тебе здание, ты хочешь его купить. Ты берешь его, покупаешь за свои акции, за ценные бумаги какие-нибудь. Можно просто поменять, то есть, опять же, прийти к бартеру, и чтобы деньги выполняли именно судейник, а не рублей, то есть, конкретных финансовых знаков, которые ходят в системе. Чтобы уйти от пригляда государства и не платить там налоги, не светить свои доходы, все что угодно. То есть, бартер всегда имеет место, даже несмотря на то, что у нас, казалось бы, электронные деньги, когда вообще ничего не надо менять, просто циферки мы переправляем друг дружку через телефон, и на этом, в принципе, все закончено. На этом данная глава закончена, я предлагаю перейти к обсуждению.